Острую нехватку врачей больше всего испытывают жители во многих областях страны, в том числе в северных, восточных и южных регионах. По словам отдельных депутатов, сейчас в республике не хватает порядка 4600 специалистов. Проблема нехватки врачей особенно остро стоит в регионах, где нет медицинских вузов, также из-за увеличения сроков обучения в медицинских вузах, а в городах и моногородах из-за отсутствия механизма поддержки молодых специалистов. При этом мажоресмены просят выделить дополнительные квоты на обучение врачей из остро-дефицитных регионов, а также увеличить количество грантов для обучения учащихся в медицинских вузах. Обеспокоены народные избранники и высокой смертностью от онкологических заболеваний. Только в прошлом году по этой причине скончались порядка 14 тысяч человек. Несмотря на выделение бюджетных средств, ранняя диагностика не осуществлена в максимальном объёме. И поэтому распознавание онкопатологии происходит на поздних стадиях. Расходы таким образом переходят уже на лечение с запущенной болезни, имеющей стопроцентный летальный исход. Возмущение у депутатов вызвало и тот факт, что из выделенных 11 миллиардов тенге на лечение онкобольных освоили лишь 70% средств. Всему вину и недоработка государственно-административного механизма. Недоумевают мажори смены и тем, что казахстанцы до сих пор не могут использовать свои пенсионные сбережения на лечение. До сих пор не введены в действие правила изъятия гражданами части пенсионных накоплений на своё лечение. В настоящее время, как мне сказали, данный приказ находится на рассмотрение в Министерстве юстиции. С ублюдением всех процедур в лучшем случае эти правила вступят в силу в марте месяце. При этом народный избранник отметил, что необходимо провести служебное расследование и наказать тех, кто ответственен за разработку правил использования пенсионных накоплений. Он также предложил при рассмотрении законов ставить чёткие цели их реализации.